Друзья, я открыл интернет-магазин, ссылочка на него будет в описании. Проходите и покупайте интересные товары. Итак, друзья, мы приехали в город Йемен, правильно он называется? Йенна. А, Йенна. Город Йенна, это еще не доезжает до Эрфорда. И сегодня мы в гостях у Екатерины. Екатерина, приветствую вас. Здравствуйте, добрый день. Екатерина, и может быть, с нас первый вопросик, расскажите историю, как попали в Германию. Я попала в Германию почти 20 лет назад. И приехала сюда, не зная, что проживу так долго в этом городе и вообще в Германии. Мы приехали с мужем вместе на один год всего по рабочему контракту. Он получил здесь место в одном научном институте. Физик у меня муж, занимается наукой. И, в общем-то, год это, конечно, был срок, который обычно дают научным работникам. А потом либо продлевают контракт, либо отправляют обратно. Ну вот у нас так получилось, что контракт продлевали. И вот мы остались и живем в Германии уже так долго. Это муж русского, я считаю, да? Да, 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 да. Москвич-то, работал в Москве в Академии наук. К сожалению, в 2001 год, когда мы уехали из России, это был не лучший год. И сейчас, да, все продолжается. Как вообще у тебя менталитет здесь, как вот за 20 лет Германии как-то стал родной страной? Да, для меня да. А вот, допустим, для моего мужа не совсем. Почему? Я думаю, что эта разница, скорее всего, для женщин проще привыкать к новым местам. Наверное, так, скорее всего, да. Может быть, он у меня постарше на 7 лет, допустим. Может быть, это тоже имеет свое значение. У меня здесь дети выросли, родились. И это тоже важно, если уже здесь встретились дети и выросли, это уже мой дом. Это моя родина почти что, да? Ну, а еще, если брать, например, шкалу 100%, на каком, сколько процентов здесь все-таки счастье? Вот здесь максимально или как-то меньше? Ну, я такой позитивный человек, поэтому, не знаю, всегда хорошо, если... Всегда можно найти положительные моменты. И отрицательные можно, да? Ну, я считаю, что мне здесь хорошо, я бы не хотела менять место своего жительства. А вообще, расскажите, что здесь в Тюринге? Куда здесь можно съездить, что здесь поставить можно? Тюринге – замечательная страна для путешествий. Замечательно. Это федеральная земля, небольшая по площади, но она насыщенная памятниками архитектуры. Очень много красивых городов. Конечно, сюда надо ехать для того, чтобы увидеть столицу Тюринги – средневековый город Эрфурт. Один из немногих городов Германии, который был, не был, в общем-то, практически разрушен во время Второй мировой войны. И это большой город, большой и, конечно, удивительной совершенно красоты. И, конечно же, город Ваймар, где жили великие немецкие сыны Гёте и Шилер. Это, конечно, место обязательное для посещения всех, я считаю, людей просвещенных. И там очень много сохранилось того, что связано с поэтами. И не только, и, кстати, связь с Россией. Также в Ваймаре можно проследить, поскольку в Ваймаре жила родная сестра русского царя, императора Александра. И с Марией Павловной связаны, и Ваймар, и вообще Тюрингия. Так что земля интересная, красивая, очень красивая природа у нас замечательная. Замечательные добрые люди. Все-таки восточные немцы здесь живут. Они очень приветливые, очень любят иностранцев, скажем, да, так, особенно из Восточной Европы. Да, поэтому, конечно, эта земля привлекательна, исключительно интересные места. И важно то, что здесь очень много небольших, скажем так, забытых где-то, далеко расположенных городков, замков, дворцов. Просто жемчужины, просто удивительные места здесь можно найти, если покататься не один день, а провести здесь неделю, например, то можно открыть для себя совершенно потрясающие места. Здесь все понятно. Да, да, да. Ну, вот вообще вот за 20 лет как-то вот стали как-то вот так больше там к немцам. Как вообще образ немца? Вот если так вот описать, кто для вас это? Образ немца можно, конечно, описать с одной стороны так, как его всегда и описывают, что немцы любят порядок, считают деньги, и у них все должно быть по плану, да. Это есть, конечно, но они, как и все люди, разные. Хотя все равно, я бы сказала, что они отличаются по менталитету от нас, потому что вот эти все три качества, которые я назвала, они у них все равно так или иначе, они у них будут прослеживаться в их жизни, да. Вот они, конечно, немножечко другие, но это не мешает нам общаться и дружить. То есть, хотя дружить все-таки сложнее и дружить проще с теми, кто, как и мы, говорят на нашем языке и не только говорят, а именно вот, именно по-другому думают. То есть, как бы в друзьях иметь немцев не просто. И даже те, кто говорят по-немецки идеально, они все равно дружат в основном, в семье или в этих друзьях все равно имеют русскоязычные люди. Да, то есть, очень редко можно настоящую дружбу найти между немцами. Но вот соседская дружба, да, вот как соседи искренне будут дружить, да, но все равно нет таких вот, как у нас принято, застольев, например. Здесь вообще принято встречаться в ресторане. И все, да, только так? Нет, не только, не только. Но все же чаще всего, а вот, например, вы можете увидеть, сидит семья, да. И вот семья зарезервировала столик. Они наверняка пригласили своих родственников, я думаю, да. И вот это совершенно нормально. В пятницу вечером, в субботу собрались бабушка, дедушка, их дети, внуки. Собрались не у бабушки на пирогах, да, вот мы слышим, дети кричат, да, а именно в ресторане. Это совершенно нормальное явление для Германии. И на востоке, и на западе, ну, это везде, везде. Немцы очень любят так проводить время. Они могут просто взять чашку кофе и долго сидеть и с друзьями так же собирать. То есть на дому сборище устраивают редко, но тоже устраивают, конечно. В России уже тоже такая. Да, знаю, тоже, тоже, да. Ну, там уже появилось. А здесь это было всегда, и даже во времена ГДР, всегда немцы ходили в кафе и рестораны. У них эта сеть, она существовала всегда, расширенная сеть. А потом немцы готовить дома не очень любят. Не очень любят. Немецкие женщины, они у плиты особенно не стоят. Ужин они готовят в виде бутербродов. Как у нас-то принята основная еда, да, ужин. Муж пришел с работы, надо приготовить горячий ужин. Здесь такого нет вообще. Вообще нет такого. А как у них здесь, что здесь? Бутерброды. Называется аббентброд, аббент вечер, брод, хлеб. То есть на ужин бутерброды с колбасой, с сыром. Так вот кто-то что-то съел и выпил чашку чая. И утром бутерброд, и вечером кем. Ну, получается, да. Ну, утром что-то может быть и другое. Но каши они утром тоже не варят и не едят. Или мюсли, или йогурты. То есть у них есть обед, обед плотный, но, как правило, на работе. На работе будет плотный обед. Ну, или же вот в кафе, ресторан. То есть дома они готовят нечасто. Но это, естественно, зависит тоже от семьи. Но в целом и в общем, если говорить, у них вот такие культуры, как вот у нас русскоязычных есть, у восточных. Недаром многие немецкие мужчины предпочитают брать себе в жены женщин из восточных броков, потому что они знают, что у них всегда дома будет на столе вкусная еда. Вот так вот. Да, да. Ну, многие особенно, ну, в возрасте уже мужчины. Про молодежь я не говорю. Тут уже молодежь вся другая пошла. А вот так вот. Они же менталитет знают прекрасно, что восточные женщины, они будут отличаться кардинально от немецких. А вот вообще чем менталитет отличается все-таки вот? Немцев к этому отношу? Ну, вот именно в том, что они... Вот, знаете, они не любят отходить куда-то в сторону. Вот у них по плану. Во-первых, все должно быть запланировано, да. Вот, скажем так, как сегодня у нас с вами встреча получилась. Представить, что у немцев так может сложиться встреча, я подозреваю, что это почти нереально. Вряд ли, да? Да. Им надо спланировать все вперед, записать, продумать и так далее. А какой вот срок на них нормальный? За сколько времени они, по-моему, планировали? Подобную встречу, скажем, за неделю это нормально. Ну, хотя бы за несколько дней. Это минимум, да? Да, 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 да. Ну, конечно, в каких-то случаях, может быть и ранее. Ну, вот так вот, как, допустим, в этот же день, это уже может оказаться сложным. Тем более, они очень любят планировать свой день. И у них даже, если они дома, у них все равно запланировано, что она сегодня моет окна. Но если она сегодня моет окна, а вы ей позвонили, понимаете, то она не побежит к вам навстречу, она будет мыть свои окна. То есть, понимаете, она скажет, ой, нет, надо договориться, надо там термин сделать. Вот это двух слов. Такое есть? Термин на все, да, получается? У них термины на все. То есть, ты правильно понимаешь, что даже продумываются вещи, чем человек будет заниматься дома? Да. Читай такую-то книжку. Пиши такой-то текст. Да, да, да. Смотрю такой-то фильм. То есть он тоже заранее все это продумывает. И у них, прямо, как они мне говорят, есть календарь. И на них каждый день расписан, хотя они пенсионеры, да, вот чем они занимаются. Вплоть до того, во сколько они идут гулять, когда что-то, вот какие-то их такие вот пенсионерские занятия, они все равно у них расписаны в календаре. А не потому что всю жизнь так жили, когда работали, у них все было расписано. И они, когда вышли на пенсию, они не могут вот сойти с этого ритма. И они все равно в этот ритм хотят укладываться. Понимаете? Ну, я говорю о возрасте среднем, конечно, у молодежи. Сейчас вообще другая жизнь совершенно. Но это не только в Германии, да, то есть у них свобода, да. У людей так среднего-старшего возраста, конечно, жизнь более-менее упорядочена. Отпуск планируется за год вперед. А, вот за год вперед даже? Да, да. Так далеко. Вот, вот что мы не любим сами, да, мы не знаем, что будет завтра. Хотя так примерно знаем, но примерно мы не привыкли у нас вот такой менталитет, что мы не закажем сейчас, на следующее лето, отель в Италии. А вот они все заказали, теперь вот начались все эти проблемы с вирусом, так у них проблемы начались с тем, что они не могут... И не венужают, да? Нет. Ну да, да, с тем, что не возвращают деньги. Вот мы, например, не заказали заранее. И нам хорошо. И все нормально, да. Поэтому вот у них такой вот менталитет, да. А вот эта вот практичность, продуманность, склонность к планированию, она все-таки привита или это как в крови? Или что это такое? Сейчас вот вы говорите, что молодежь уже другая, значит, соответственно, они от надикции отходят уже, получается. Вот я такую историю рассказываю в Эрфорте, например, в город Средневеково. Если вот вы поедете в этот город, то вы гуляйте по центру, обратите внимание, на домах, кстати, мы здесь с вами тоже потом встанем, когда я вам покажу. Вот здесь вот за виноградом есть дырочка такая. Вот два дома осталось Средневековых. Над входом есть дырки. Вот в эти дырки, это бывшие пивоварни, раньше пиво варили чуть ли не в каждом доме. И вот 500 лет назад существовали специальные люди, которые проверяли качество пива, ходили в пивоварню, дегустировали вот в эти дырки над входом, вставляли специальные пучки соломы, чтобы человек, который идет покупать свежее пиво, мог видеть торчащий пук соломы, и, соответственно, он знал, что он зайдет сюда и купит здесь точно свежее, гарантированно свежий напиток. Сложная система. Контроль качества продукции. 500 лет назад в Германии. Представляете? Вот откуда это идет, когда мы говорим о том, что почему вот у них такой порядок, да, почему у них все. Это все идет оттуда, это все корни какие-то, и это, видимо, формирует характер во многом, во многом, вот видите, вот такой подсказка, возможно, вам на вот этот вопрос, как ответить, почему немцы порядочные. Вот такие вещи. Сейчас, если будет процесс глобализации, да, это меняется, отходит от этого немножко, они или придерживаются до сих пор? Ну, сейчас много чего отходит, нет, все равно, все равно контроль и порядок, да, и очень, они занудные, очень занудные, вот если вот прописано что-то, вот они будут искать ошибки, они будут по инструкции следовать и замечания сделать, вот вы так не так сделали, кто не так, и это у них нормально, и потом немцев принято доложить на своего друга. А, это и есть такой, да? Конечно, конечно. Вы с ним сталкивались, прям, или нет? Я не сталкивалась, но у меня растут дети, и вот, например, в школе у них, ну, выросли уже почти, да, скажем, ябеды, например, да, то, что у нас, да, у них такого нет, и в принципе у них это нормально, сказать, что твой сосед, например, списывает, к примеру, да, то есть вот рассказать учительнице, и никто не будет там тебя дразнить и говорить, что ты такой плохой, то есть у них это нормально, сказать, что вот, а он, вот делает что-то не так, понимаете, да, принято, может в этом и ответ на то, почему они все хорошо и качественно делают, понимаете? Общественный контроль, получается, да, то есть каждый смотрит за своим соседом, что он делает не так. Мой сосед заходит на мою страничку, веб-страничку, которая на русском, ну, пенсионер, да, у него есть время, которая на русском языке, неважно, он не знает русского языка, но он мне может сказать, а ты знаешь, что вот у тебя там, например, ты не разместила то-то, то-то, а положено, у нас там все время что-то надо, например, разместить, если официальная страница, ты должен там какие-то данные там менять и так далее. Он следит за состоянием моей страницы и напоминает мне, что я должна сделать. Или что-то у нас там касательно дома, да, то есть какие-то такие вещи, да, 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 и считает долгом своим вот проследить, чтобы все было в порядке, чтобы все было под контролем, вот что-то объяснить, да, считают деньги все, копейки все считают, вот, но при этом иногда могут и совершенно делать непонятные покупки, да, но при этом они все вот, да, ведут счета свои, собирают чеки, вот, собирают все, бюджет складывают, да, складывают, и у немцев очень принято широко в семье иметь два разных счета, да, то есть у мужа один счет, у жены другой, даже если они уже давным-давно живут вместе, но работают, у каждого свои деньги, детей пополам, вот они вот так вот живут, у них вот пришли в ресторан, значит, вот сегодня я плачу, завтра ты или это, с одного, с пополам платье, это совершенно нормальное явление, нам оно непонятно, да, ну, я знаю просто многих женщин, у которых есть мужья немецкие, и это сложно, я бы так жить не хотела, это очень сложно. Пожило это принять, да? А что вот именно сложно, вот что именно сложно? Я не могу себе представить, чтобы можно было, нет, ну, с мужем, которым ты живешь много лет, вот так жить, у каждого свой кошелек, скажем так, и ты не залезаешь в кошелек мужа, это очень непонятно, как вот и сегодня ты платишь, а завтра я плачу, ну, для нас, правда, это очень сложный вопрос, хотя у молодежи, кстати, говорят, сейчас и в России тоже такие есть вещи, когда особенно равноценные заработки, то, да, а здесь даже есть и неравноценные заработки, если жена, допустим, мало зарабатывает, то вот и зарабатывает, вот сколько ты заработала, вот столько можешь и потратить на себя лично, он даст ей ни копейки. Можешь? Да, не-не-не, на нее, на ее нужды не даст ей, да, только... Так что ты можешь зарабатывать, да? Нет, нет, вот, нет. Какая-то там, у нее там вообще какие-то 2 копейки, а он там более-менее, так и она все будет ходить там? Здесь очень редко так бывает, здесь все-таки женщины все работают в основном. Ну, допустим, мужчина может подарок сделать? Да, подарок, конечно, вот подарок. Ну, это подарок, да? Ну, это подарок. Деньги он не попросит? Нет, он может, он может те же деньги подарить. У меня, например, много есть клиентов, вот поскольку я занимаюсь туризмом и с русскоязычными, у меня очень большой опыт общения с русскоязычными семьями в Тюрингии, поэтому у меня есть разные клиенты, и вот такие вот есть, у которых богатые немецкие мужья, а они сами зарабатывают, допустим, 400 евро в месяц, вот минимальную зарплату, и они хотят куда-то поехать, а у них нет денег, а муж не дает. Вот, ну как, он не против, чтобы наехал, но на свои, вот накопи, хочешь поехать, вот и поедешь. Ну, и все остальное там. А если, например, женщина воспитывает детей, занимается вот этим вот семьей? С семьей, опять же, до трех лет платит государство деньги, и то небольшие совсем, там первый год еще платят прилично, а потом уже нет. А так, чтобы после трех лет женщины сидели и не работали с детьми в Германии, это практически нереально. Нет, нет, все работают. Ну, это так принято, или то, что не проживешь просто? У мужа хорошая зарплата, допустим, а женщина хочет заниматься вот домом, детьми. А пенсия? А пенсия она не заработает? То есть вообще не будет, пенсии по старости нет, получается? А пенсии? Ну, просто вот за то, что человеку там 60... Она копеечная. Если ты не работал, вот я, например, да, я занимаюсь своей деятельностью, и поскольку у меня маленький доход, то, соответственно, я не выплачиваю никаких пенсионных взносов, мне пенсию за детей дадут, но это будут копейки, на которые прожить невозможно. Вот, понимаете? Вот так. Но немецкие женщины такого себе позволить практически никогда не могут. Это очень редко бывает, когда это возможно, но, в общем, нереально. Но у вас все-таки уклад другой, наверное, в семье, правильно? Все-таки там, как муж, там, не как здесь, а как там... У нас, как у нас. Муж там, да. У нас ничего не менялось. Там в кафе муж платят, да, или все-таки нет, в кафе? В российский, да? В основном платит муж, да. У меня муж зарабатывает деньги, да, вот. То есть неважно, у нас один счет общий, поэтому могу я, неважно, у нас одна карточка, то есть кто из нас платит, ну, у нас нет такого понятия, что это твои деньги, а это мои деньги. Ну, понятно, вы не перестроились на немецкий план, да? Ни в коем случае. У нас ни в каких отношениях перестройки не произошло. А тогда вот есть... Ну, все говорили, что один из самых главных плюсов в Германии – это вот социальная защищенность. Да, это важно, конечно. То есть медицина, и если с человеком что-то произойдет, он потеряет здоровье, не знаю, не дай бог, да? Ну, если... То государство его поддерживает или работу потеряет? Да, если... Да, государство поддерживает, конечно, конечно. А вот если, допустим, человек, у него мизерная пенсия? Государство доплачивает, да, но все равно этот уровень будет невысокий, то есть человек сможет на эти деньги социальные, скажем, питаться, жить, у него будет крыша над головой. Опять же, если у человека нет недвижимости своей, если есть своя недвижимость, то ничего и государство не даст, но это логично. Ты ее можешь продать, в конце концов, или сдавать, например, а если человек снимает квартиру и оказывается без дохода, то государство обеспечивает человека квартирой в зависимости от того, сколько людей в семье. То есть если семья, например, из четырех человек, то им положена квартира, соответственно, четырехкомнатная. То есть у каждого ребенка своя комната, спальня и комната жилая. Государство будет оплачивать полностью эту квартиру, если доход семьи маленький, и семья, да, еще получает деньги на прожиточный минимум. В общем-то, это приличные выплаты социальные, конечно, выплаты государстве очень большие. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, многим дает возможность не работать. Ну, или бы работать по-черному, такая возможность тоже есть, естественно. А действительно что такое, да? Конечно. А какие? Стройка или что-то еще? И стройки, и рестораны, и автосервис, и какие-то такие вещи, да, частным образом, допустим, какие-то вещи. Вот, вплоть до того, что парикмахеры тоже могут на дом ездить, например. То есть какие-то вещи могут быть такими, что они не фиксируются, естественно, здесь это все есть, хотя контролируются. Ну, умеют те же рестораны, они могут человека взять, допустим, на базе 100 евро, есть такой вариант, да, что 100 евро может что угодно зарабатывать, это не учитывается. А на самом деле человек работает больше часов, они на 100 евро, и остальные деньги получают в конверте. А если приходит проверка, то эта проверка видит, да, вот этот человек, да, он числится, он есть, а уже сколько он часов работает, это уже сложно проверить. То есть вот таким образом люди могут спокойнее. Ну, а государство борется с этим? Такая он стука, стука не может уже, стука чужая. Вот именно, что стукать, это самое основное, да. Так вот, договорились с ним, он уже сам пойдет, он учит и скажет, а мне вот так или нет такого? Когда он там конвертик получает, он скажет, а что это? Из нет такого? Сам? Ну, зачем же он сам себя? Ну, кто знает, может, он такой вот, они что-то такие, как правильные, честные там, что-то. И так, и так. Или работодатель обидел его, допустим. Или обидел, что-то недоплатил, что-то там. Ну, вот они, конечно, все рискуют. Они рискуют, но работодателю тоже выгодно часто нанять вот таких людей. Потому что, если человек работает, скажем так, на нормальную зарплату, то работодатель оплачивает его страховки частично и так далее, и так далее. То есть, очень много на себя берет. То есть, выгоднее взять человека на маленькие деньги, тогда он ничего этому человеку, кроме этих денег, не платит. Понимаете? И лучше он возьмет 5 человек на 100 евро, чем он возьмет одного, понимаете, на 500, грубо говоря. То есть, это многим работодателям просто выгодно, это финансовые дела, это очень сложная система в Германии. Система, которая во многом заставляет людей каким-то образом таким что-то скрывать, потому что иначе будут большие налоги и невыгодно. Палка о двух концах. С одной стороны, порядок, а с другой стороны, конечно, есть такие вот накладки, которые мешают людям как-то нормально жить. И многие, конечно, вот так работают и боятся, и накрывают рестораны, приезжают проверки, особенно вот ночные всякие, пиццерии и так далее, да. Можно увидеть часто на улицах машины, на ней написано Ордунгс Амт, то есть, это полиция, которая следит за порядком. Вот они могут нагрянуть ночью в такое кафе, например, и увидеть, ага, кто тут работает, ага, это кто, а ты кто, они говорят. А у них такие полуночие есть тоже, да? Конечно, конечно, да, это даже не полиция, это специальные органы, которые занимаются порядком. Но вот сейчас у них добавилась работа, они могут приехать в ресторан и проверить, все ли работники в этих масках ходят. А вот если они кого-то увидят, что у кого-то маска где-то на подбородке болтается, то ресторан заплатит очень большой штраф, поэтому вы его так не увидите здесь, все будут ходить, они все боятся ужасно этого, боятся, да. Вот мы-то можем, да, нам вот здесь так никто не назначит штраф только в автобусе, а они все боятся, держатся за работу. Скажите, почему здесь аренда жилья в вашем городе, например, и примерно может стоимость невижимости? Аренда жилья здесь, Гена довольно дорогой город, потому что здесь есть работа, в отличие от многих других городов, наука, институты, соответственно, дорого. То есть квартиру снять в районе, в приличном, скажем так, не в панельном доме дешевом, а в нормальном доме, ну, двухкомнатную, это не меньше 600-800 долларов в месяц. Это же в таком маленьком городе, здесь население-то 100 тысяч человек, но наш город в Тюринге, он достаточно дорогой, потому что здесь есть работа. Сюда приезжает очень много людей из разных стран по контракту, на время, и, соответственно, они занимают жилье. Здесь проблема вообще найти квартиру, особенно дешевую квартиру, здесь большая проблема. Да, есть дешевые квартиры в панельных домах, где живут в основном беженцы, переселенцы, есть два района таких у нас, вот, но там эти квартиры, опять же, берегут для малоимущих. Соответственно, государство владеет ими, и просто так вот, если у вас нет такой вот нужды, то вам квартиру дешевую даже невозможно будет снять. Это сейчас. Раньше, когда мы приехали, 20 лет назад, конечно, ситуация была иная, но тогда не было беженцев, и, соответственно, мы смогли, например, очень дешево снять квартиру. Сейчас в Йене купить дом или квартиру, снять очень сложно, потому что, во-первых, Йена вообще особый город, если говорить о Йене, да, она расположена вдоль реки Заалия, как кишка, на 7 километров. И чем дальше, тем она длиннее. Горы окружаются двух сторон, то есть на горы город не может подниматься. Уже все. А вдоль реки он застраивается, застраивается, получается вот такой длинный-длинный-длинный город, неудобный, и уже застраивают любую дырку какую-то в городе, находят, уже строят какой-то дом. Вот просто уже в Йене проблема. Соответственно, цены. А какая, например, 50 метров квартира, сколько она будет стоить? Сколько метров? 50 метров. 50 метров квартира, сколько стоить будет? Ну, где-то будет 1200 евро стоить. Да, где-то так. Это по 4000 человек получается за метр квадратный. Такой дорогой ведь метр, допустим. Да, да, нет, можно, если, скажем, на окраине, то там дешевле уже будет. Чем дальше, тем уже дешевле. А вот ситуация с этими переселенцами, там, движенными, мигранами, да, как она изменила вообще вот жизнь и укладность как-то вот? Ну, изменила, конечно, потому что проблема криминал, во-первых, возрос. Вот, потому что здесь криминала практически не было, Йена. Хоть и университетский город, здесь очень много студентов, молодежи, четверть населения. Представляете, в городе 100 тысяч, 25 тысяч студентов учатся, большущий университет. И, тем не менее, криминал был, в общем, довольно низкий. Сейчас вот криминал у нас повышен, возрос, хотя принимаются меры. Если раньше никогда я полицейских на улицах не видела, кроме когда футбол на стадионе, то сейчас патрулируют машины районы, вот где как раз много переселенцев. Прямо машины патрульные вечерами объезжают какие-то дворы, чего никогда раньше не было. Ну, естественно, это помогает, да, соответственно, разгоняют компании, там, и так далее, борются, борются. Но это добавляет работы полиции, налогоплательщикам, вот, и, конечно, надо. Ну, а такого плана криминал, то есть, товаровство или что-то? Ну, все сразу, все, любой, любой криминал, любой. Тяжкие тоже преступления могут быть. Ну, и всякие, да, но есть такой момент, многое от нас скрывают. Да, да. Возможно, чтобы вот не было вот этого недовольства, то есть, может быть, где-то они пишут, а где-то они вот потом из каких-то других источников узнают люди, вот, то есть, не афишируют, если что-то произошло, то кто это сделал, а потом узнают, кто, какое национальности. Ну, а сейчас процесс этот идет с беженцами, то есть, их больше становится или уже все остановилось? Ну, кажется, уже остановился, наверное, да, 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 если не начнет новая волна быть, да, да, потому что сейчас столько проблем, что еще не хватало новых, но те, кто есть, они уже заселяют активно, и их становится больше, естественно, больше и больше, школы заполняются тоже детьми и такими, и вот это тоже проблема возникает большая, вот, а дети наши воспитываются полной, скажем так, приятии, они все у нас должны относиться к беженцам хорошо, и не дай бог что-то сказать о том, что что-то не так, да, то есть, вот, молодежь воспитывается в духе полного национального согласия, что все равны, абсолютно все, и не только беженцы, и разные ориентации и так далее, то есть, молодежь растет вот в таком вот ключе, все, они не понимают, что может быть человек другой национальности, чем-то хуже, им это внушает в школе, ну, может быть, и везде другие, то есть, у нас как бы так получается, да. Катерина, рекомендовали бы вообще, вот, рассказывать такую подписчику, стоит ли вообще эмигрировать в Германию? Эмигрировать в Германию, сложно сказать, но, конечно, здесь хорошо, конечно, здесь хорошо, здесь ты понимаешь, что твое будущее, оно, и будущее твоих детей, оно все-таки более-менее будет обеспеченным, скажем так, вот, именно то, что медицина, социальная защита, и ты никогда не останешься голодным, что тебе всегда хотя бы будет крыша над головой, даже если что-то, не дай бог, случится, и возможность жить нормально, да, то есть, вот, не голодать и не просить милости у него. Это, конечно, очень важный момент, который привлекает многих, ну, хотя это прежде всего привлекает женщин, как матерей, а если говорить об эмиграции и мужчинах, у мужчин должна быть работа, и если она здесь находится, то это хорошо, но это большая проблема найти здесь применение самому себе, особенно если ты приехал, и не всегда это возможно сделать, это очень непросто в Германии. А вот с языком, как-то у вас быстро все было, немецкий? Ну, у меня не так быстро, потому что у меня были маленькие дети, а так, в принципе, язык-то выучить, конечно, можно, особенно если, если приехать в раннем возрасте, так, в молодом возрасте, то язык выучить, конечно, не проблема. Не проблема? Да, 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 это всегда можно. А дети у вас уже вот здесь уже родились, да? Ну, один у нас был маленький, мы приехали с трехлетним, и у меня еще не трое детей, и двое уже родились здесь. Ну, и как вообще прошло у них здесь восстановление, образование? Ну, по вашему... Продолжается образование, да, по моей оценке, ну, скажем так, в России, вот, насколько я знаю, серьезнее. Подготовка, да, школьник? Да, да, то есть очень много родителей, вот что у нас нет, родители не вмешиваются в обучение, не ходят к учителям, и вообще, мы вообще не знаем, что делают наши дети в школе. Если я говорю со своими знакомыми в России, так они сидят и смотрят за своими детьми, уже за большими, как те делают уроки. А в Москву города? Из Москвы. А, из Москвы. Так что, здесь мы освобождены... Но, с другой стороны, дети не в таком напряжении находятся. Да, да, мало домашних заданий. И, в общем-то, в целом, несмотря на то, что у меня два ребенка хорошие учатся в школе математической, гимназии, которая на всю Тюрингию известна, сюда приезжают учиться, дети, которые хорошо соображают математика, информатика, биология, вот такие науки. То есть такая специализированная школа, продвинутая. И все равно они не сидят с утра до ночи и не делают уроки. У них есть свободное время, которое они могут потратить на себя, вести свою жизнь нормальную, а не только с утра до ночи делать уроки, как у многих других в России. А вот возможности реализации, допустим, ребенка потенциального в Москве или все-таки в Германии, где больше? Здесь, наверное, больше возможностей. Во-первых, здесь не только Германия, открыта вся Европа, и не только Европа даже. То есть с дипломом немецким, соответственно, ты можешь уехать в любую страну Евросоюза и работать там. Это все открыто. Евросоюз все же границы открыл, и не только границы как таковые, но и возможность учиться в различных заведениях, конечно, существует. Итак, друзья, я ссылочку на контакты Екатерины оставлю в описании, поэтому, если захотите съездить в город Эрфурт или город Йеннон. Йенн-Аваймар. Йенн-Аваймар, да, Йенн-Аваймар. Поэтому ссылка на контакты будет в описании. Пишите, и Екатерина вам расскажет про тюнинги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!